Внимание! Опытных любителей и тем более профессионалов просим отойти от экранов. Стоп, стоп, стоп! Сначала чайная пауза. Оставшимся сообщаем. Чтобы пилить мужа, нужна теща. Чтобы пилить деревья и дрова, нужна пила. Пилы, как и тещи, бывают разные. Мы будем говорить о цепных пилах. Такая состоит из двигателя в корпусе, шины с пазом, ведущей звездочки, соединенной с двигателем, и ведомой звездочки, спрятанной в шине. На шину одевается цепь с острыми зубьями. Цепь находится в пазу, скользит по нему и не соскакивает. Ведущая звездочка крутит цепь, а ведомая помогает цепи развернуться и скользить в обратную сторону. Цепь крутится по часовой стрелке. Двигаясь по шине, она зубьями грызет все, что встретит на пути. Дерево, пластик, руки, ноги, от гвоздей, шурупов, камней, костей, зубья быстро тупятся и порой ломаются. Цепь во время скольжения по пазу смазывается маслом, специальным, не подсолнечным. Масло расходуется, за его уровнем надо следить и подливать. Расход небольшой. Как правило, на пиле есть вот такая загогулина. Это аварийный тормоз, который в случае чего останавливает цепь и спасает вас от травмы. Цепные пилы бывают разные. Самые лучшие детские, пластмассовые. Точно останетесь с руками и ногами. А еще бензиновые и электрические. В бензиновых – бензиновый двигатель. В электрических – электромотор. Некоторые электрические работают от аккумулятора. Остальные от розетки – 220 вольт. Бензопилы стоят от 3,5 тысяч рублей. Весят от 6 килограмм. Тяжелые, шумные, воняют, часто ломаются. Меньше всего подходят для блондинок. Аккумуляторные. Дорогие. Стоят от 10 тысяч. Тоже не пушинки. Весят от 5 килограмм. Работают без подзарядки минут 30. Требуют замены старого аккумулятора через 3-4 года. А это минимум 4 тысячи рублей. Но, конечно, модные, удобные и надежные. При покупке таких не обманитесь. Часто в цену не входит аккумулятор. А стоит он немало. Для начинающего пользователя в условиях дачи идеальные электрические пилы. Работающие от обычной домашней розетки. Стоят от 2,5 тысяч рублей. Весит от 4 килограмм. Шумят средне. Не ломаются. Единственная проблема – будете таскать за собой еще длинный-длинный кабель. Выход. Для пилки небольших досок и сучьев. Купите дополнительно к цепной. Тысяч за 5-6. Аккумуляторную сабельную пилу. Или обычную ножовку за тысячу. Стоите на стремянке. Одной рукой держите за нее или дерево. Второй рукой пилите сук, на котором сами не сидите. Большая цепная пила для таких целей подходит очень плохо. Итак, вы решили купить цепную пилу. Какую? На вкус и цвет товарища нет. Сообщите продавцу ваши планы. Пусть помучаются вместе с вами. Понятно, что чем больше надо пилить, тем нужна мощнее и тяжелее. Известные бренды лучше малоизвестных. Чем дороже, тем лучше. Обязательно перед покупкой погуглите. Сходите на Яндекс.Маркет и в Ютуб. При покупке сразу возьмите и масло к ней. Достаточно литра. Обойдется не более 200 рублей. Очень важный момент. Попросите продавца сообщить вам типы цепей, которые подходят именно для вашей пилы. А если у вас большие творческие планы, то можно сразу купить и запасную цепь, которая обойдется от 500 до 1000 рублей. А вот поддаваться на уговоры продавца покупать различные устройства для самостоятельной заточки не стоит. Всегда успеете. Такие приспособы могут стоить и 1000, и 10 000 рублей. С ними сначала необходимо разобраться и понять, что вам подойдет. Прежде чем научиться затачивать самому пильные цепи, нужно изучить устройство цепи. С параметрами цепей и шин много путаницы. Давайте разберемся. Сначала шина. Паспорт на пилу мы потеряли. На нашей шине размера не было, только на чехле. 14 дюймов и 35 сантиметров. Если грубо, то длину шины можно измерить так. Почему так? По кочану. Так и все. Измерили. Примерно 35 сантиметров. Или около 14 дюймов. Совпало. Но... При натяжении цепи вылет шины из кожуха. Меняется. Меняется и это расстояние. Точно размер шины определяется только по паспорту. Это же будет и паспортный размер нужной цепи. Получается тоже 14 дюймов. Теперь шаг цепи. Ведущие и ведомые звездочки имеют определенный шаг звездочки. Он должен быть в паспорте. Понятно дело. Этот же шаг должна иметь и цепь. Иначе они не полюбят друг друга. Шаг цепи измеряется как расстояние между каждой первой и каждой третьей заклепкой, деленное пополам. Либо между первой и пятой, деленное на 4. И так далее. Вот он. Этот удвоенный шаг цепи. И это. И это тоже он. Еще один важный параметр цепи, это толщина ведущего звена, или хвостовика, который скользит в пазу. Измеряем эту толщину в этом месте. Понятно, что он должен полностью погрузиться в паз и не слишком болтаться. Сразу отметим. В идеале измерить и глубину паза. Но такого параметра у цепей мы пока не встречали. Измерили ширину. Примерно 1,4 мм. Теперь можно смело покупать цепь. Нашли. Смотрим этикетку. Длина 14 дюймов. Шаг 3,8. Паз 1,3. Вроде можно брать. И еще тут 52 звена. Считаем на старой цепи. Раз звено. Два звено. Три звено. Насчитали 52. Стоп. А вот та же цепь. 14,3,8. Но 50 звеньев. Короче, наши на 2 см. Так вот. 52 или 50 звеньев. Зависит уже от модели вашей пилы и шины. Какая-то пила и оба варианта скушает. Все зависит от широты диапазона натяжителя цепи. Итак, в идеале хотелось бы, чтобы в паспорте пилы стояли все 4 параметра. Если нет, тогда уже при покупке этого губителя природы допрашивайте продавца с пристрастием. Надеюсь, всем понятно, что на большинстве пил можно поменять и ведущую звездочку и шину. Тогда, вероятно, придется брать цепь уже с другими параметрами. Как же работает цепь? Как она пилит? У цепи есть режущий зуб. В зависимости от применения, и число зубьев, и размер, и форма, и углы могут быть разные. Для поперечного пиления одни, для продольного другие, для твердых пород третьи, для профи четвертые, для соревнований лесорубов пятые. Грамотный пильщик, если не ставит специальных задач, не будет при заточке изменять заводскую геометрию зуба. Специалисты над ней годами работали. Для заточки стандартной цепи профессионалы используют специальные напильники. И только напильники. Они круглые, и одной толщины, по всей длине. Имеют специальную насечку, для работы исключительно от себя. Мы как-то случайно сняли вот такую заточку, и получили сотни гневных комментариев. Вам необходимо будет опытным путем подобрать нужный, именно для вашей цепи, диаметр напильника. Вот почему это трудно сделать при покупке пилы. Причем все это желательно проделать сразу на новой цепи. Берете круглые старые напильники, стержни, можно палочки, карандаши. И подбираете идеальное сопряжение с зубом. Заодно можно и рабочий угол померить. Как правило, это 30 градусов. Но учтите, что напильник должен также располагаться примерно на 1 четвертую своей толщины, выше зуба. Подобрали, перешли на реальный диаметр напильника, и теперь уже смело покупайте. Цена 100-150 рублей. Используя таблицы, консультантов и тому подобное, можно легко ошибиться. Еще вам понадобится и плоский напильник. Цепь имеет ограничитель глубины пила, а зуб при заточке уменьшается по высоте. В какой-то момент высоты сравняются, и пила перестанет пилить. Ограничитель придется спиливать. Чем больше зазор между ними, тем яростнее зуб вгрызается в дерево. Зуби на цепи бывают левые и правые. Они чередуются. Теперь о заточке. Ее принцип следующий. После заточки изменения геометрии должны быть минимальными. Все зуби цепи между собой должны остаться абсолютно идентичны. Размеры, углы, зазоры должны быть одинаковы. Деление только на зубья левые и правые. Именно это обеспечит вам идеальную пилку. Существует десятки всевозможных подсобных устройств. От простого напильника с ручкой за 150 рублей и до профессионального заточного устройства типа Штиль FG2000 за 9. Или его китайских аналогов. Сами понимаете, что напильник у вас вихляет. Ни высоту, ни угол не держит. Степень стачивания не контролирует. С зубей получатся все разные. Поэтому им можно только чуть поправить режущую кромку. А вот FG2 держит и угол, и высоту. Знает сколько точить каждый зуб. Обеспечит и одинаковую высоту ограничителей. Но как и с выбором пил, тут тоже на вкус и цвет товарища нет. И помните, всегда есть вариант купить новую цепь. Всякие электрические станки, конечно, облегчат труд, но испортят геометрию зуба. Отдавать ли точить цепь дяде, соседу – большой вопрос. И это уже совсем другая история. Ура! 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 Ура!